друзья мои всем добрый день я приветствую вас на своем канале давно не выходила в эфир как-то мы подхватили вирус всей семьей и перекачал абсолютно всех ну вирус такой тоже интересный у нас сегодня с вами очень много препаратов которых мне бы хотелось вам рассказать вот а если кому-то интересно напишите под видео я расскажу вам более подробно о вирусах о том что как у кого он протекает то есть вирус один и тот же принес один человек болели все с разными протечениями и разными проявлениями зависимости от того какие у кого болезни хронические и особенности организма вот если интересно вам расскажу как мы лечились но здесь некоторые препараты будут тоже обусловлено покупкой было именно вирусом не снимала потому не то что потому что было так уж сильно плохо перенесла его более менее нормально этот вирус большому моему удивлению не знаю может быть это даже заслуга вот этих вот препаратов о которых я вам сейчас расскажу вообще вот это вот вся верхняя линия это чисто российские препараты и как только я поняла что мама где-то хватнула вирус на во время похода в магазин я сразу позвонила своей подруге и она попросила ее чтобы она это выслала она это выслал единственное что вот этот вот препарат тоже этой фирмы он пришел не так давно и я вам всегда говорю что прежде чем дать его кому-то я использую сначала его сама я смотрю как он себя проявляет а потом уже могу его рекомендовать либо своим членам семьи либо вам мои дорогие зрители подписчики моего канала здесь две фирмы представлены они чисто российские дело в том что у девочки моей подружки нет доступа другим препаратам она живет российской федерации и огромное конечно и спасибо за то что она поддерживает так сильно меня и мою семью вот и действительно эти препараты достойны уважения и внимания я так считаю еще несколько лет назад я очень хотела их попробовать этой серии бойтесь своих желаний никогда бы не могла подумать что мое знакомство с этими препаратами будет при столь жестоких обстоятельствах первая фирма препараты которые они два одинаковых она прислала просто нас моя сестра муж мама я дочкой и поэтому препаратов ну во всяком случае спрея назальных два вот не могу сильно наглеть тоже но хотя бы два называются эти препараты наздрин фирма витом возможно многие из тех кто живет в россии не только в россии наверное слышали потому что я давно обратила внимание на эти препараты разработанные сибирскими профессорами российскими действительно действительно классная штука вот один вот это тоже пустой там вообще на самом дне а вот здесь еще половина наверное есть препарат наздрин я вам сейчас ближе покажу 3.3 . 90 фокусируется нет фирма витом еще раз повторяю значит в чем уникальность этого спрея он состоит из ну это можно сказать так пробиотики для полости носа почему я остановила свое внимание у меня остались еще на донышке два айхербовских спрея но я остановила свое внимание именно на этом препарате потому что многие из вас которые со мной давно знают что у меня нейросенсорная тугоухость слева и после последнего омикрона который был в январе я им переболела те кто смотрит мои видео вы все прекрасно знаете буквально перед вот этими вот событиями военными когда сидела в подвале думала господи спасибо тебе что дал возможность вычухаться именно до этого момента я бы не смогла конечно не то что бегать а вы знаете мои особенности у меня хроническая почечная недостаточность и поэтому я очень тяжело выхожу с вирусов вы конечно свой вклад вносит еще камень желчном пузыре потому что как мы с вами уже знаем все вирусы они оседают протоках печени в желчном пузыре проток как именно там где желчь проходит они любят там жить и поэтому всегда усугубляется состояние кого проблемы с печенью с почками с желчным пузырем не всегда течение будет конечно же тяжелее и нужно помнить о том что нужно поддерживать если вы почечник конечно адаптоген должен быть какой-то обязательно во время вируса и там уже смотреть какое направление почечного заболевания если это пила нефрит то есть ближе к воспалениям да и у вас часто и цистит и там и так далее то тогда уже какой-то травкой или препаратами противовоспалительными именно мочевой мочеполовой системы если это гломерул а нефрит как данном случае у меня то тогда нужно поддерживать детокс смотреть за этим и следить в общем за всем следить но в любом случае конечно при любом вирусе ограничения мучного и сладкого это первым делом вот так в общем этот спрей назальный витом на стрим он состоит всего-навсего из одного только компонента это эстракт кукурузные ферментированные бактериями двух штаммов то есть это такой вот чистой воды пробиотик купила его потому что именно ухо горло нос как мы все знаем да даже у нас был один специалист раньше не знаю сейчас они там наверно как-то разделяются в поликлиниках в некоторых таких продвинутых в некоторых так и остались лоры которые за всем в общем то ну все мы знаем что эти пути все между собой связаны и так как у меня проблемы сразу начинаются с ушами при любом вирусе и сосудом и головы то конечно пробиотики в нос я посчитала что это будет идеальным вариантом и я не ошиблась и дочка тоже капала все в общем то им капали и вы знаете действительно не ну очень неплохо я не могу сказать что это такая панацея что вы закапаете и все рекомендуют по 23 пшика внутри это очень много не знаю смотря у кого какой нос ну просто 3 она сразу следом вытекает хоть вы его туда и пытайтесь такой затянуть но все равно мне кажется 12 вполне достаточно можно даже не переводить чтоб она выливалась производители но рекомендуют это одно а вы смотрите по по своему носу по своим ноздрям по своим проходам и так далее потому что это выбрызгать можно и за полдня но только смысл в этом какой вот в общем по два пшика три-четыре раза в день ну и опять таки производитель говорит там до 10 дней либо до скольки дней как есть поговорка что леченый насморк 7 дней не лечены неделю да то есть ну смотреть по себе у нас наверное меньше чем за неделю и как такового насморка наверное не было просто у меня так как гомеролонефрита аутоиммунное заболевание то у меня сразу начинается такая реакция организма аутоиммунная очень важно не войти вот эти вот все цитокиновые моменты которые будут только усугублять болезнь но в этот раз этот вот у меня это получилось у меня нет этой мышечной слабости в теле в ногах это просто жесть когда я переношу вирус каждый раз мне кажется что я умираю серьезно вот ну и еще один препарат сразу вам за него покажу его один еще запакованный потому что мы его получили буквально вчера и вчера вечером я попробовала значит вот такая вот коробочка это тоже витом 8.21 это тоже это пробиотики они выглядят вот так вот я вам сейчас покажу интересные такие вещи вот такая вот как конфетка закрученная эту не буду раскручивать покажу вам на этой и в середине находятся три вот такие вот штучки производители рекомендуют одну вот такую вот один этот кусочек вы берете бросаете на стакан либо на пол стакана воды и размешиваете абсолютно до полного растворения может малюсенький кусочек как вот у меня например вчера растворялся очень долго там написано что важно его не глотать целым и не разжевывать а именно чтобы подождать пока он растворится потом выпивать на вкус и они говорят как приятная газированная водичка ну вот как содовая наверное я бы сказала что-то такое не могу сказать что она прям приятная не могу сказать что она неприятная вполне себе нормально и мне кажется даже детки смогут ее пить противопоказаний нет ни у назального спрея не у этих пробиотиков дает очень сильно ну как любой пробиотик дает сильную тоже поддержку организму ну вот что я смогла конечно я вам полный вердикт вынесу позже но сейчас могу сказать одно что когда я выпила через какое-то время знаете как что-то включилась в жкт вот вот действительно он как будто включился в работу то есть когда ты лежишь там например два-три дня там кушаешь не кушаешь неважно но такой весь вялый больной есть температура нет неважно то есть и мало двигаешься ты все равно в таком режиме находишься неактивном поэтому соответственно у людей которые мне 15 лет и соответственным образом себя ведет и жкт она тоже является неактивным как только я выпила через какое-то время независимо даже по моему я перед едой выпила перед да я выпила и мне даже вот есть захотелось что я заметила что я себя я знаю что когда болеешь нельзя заставлять себя кушать но я знаю что у людей которые имеют кучу хронических болезней я просто тоже когда-то вяжем говорила и холодала и и на сухом и на всяком была голоде если сильно зашлакованный организм то есть есть вы уже не семнадцатка скажем так и у вас уже куча болезней то если вы начинаете голодать на фоне еще и как какого-то вируса то может пойти еще параллельно расшлаковка тогда либо если вы продолжаете голодать нужно подключать очень сильные сорбенты либо все-таки поддерживать свой организм у меня камень желчном пузыре я не могу долгое время голодать даже когда мне не хочется кушать я должна помимо горячей воды чтобы его запустить что-то кину для того чтобы вырабатывалась вот это вот желчь чтобы она отходила а не скапливалась и не приумножала мой булыжник которые так уже 2 на 3 сантиметра вот и вот после того что я выпила я развела наверное на 100 120 мили литров водички и через минут 15-20 мне захотелось действительно появилась что такое аппетит как будто вы появился и потом я покушала все и забыла даже что это выпила но я почувствовала я очень чувствую свой организм очень сильно и я почувствовала что уже кт как будто включился вот он как будто начал знаете вот как как будто 2 тихо не в него открылось я не могу вам это объяснить словами ну просто кто не пробовал и у кого есть к этому доступ к покупке я бы все-таки рекомендовала вам попробовать вот ну а полностью я вам скажу когда уже конечно больше ознакомлюсь со всем этим вот по цене что-то недорого потому что ну дорогие препараты совести нет у меня ну и так в общем девочка пытается помогать но короче ребят такая история вот еще два препарата заказала предыстория была небольшая давайте я хотела сразу вот по этим еще пройтись витоукт фирма ну перед этим заказала витамин c так как несколько пакетиков одноразовых витамина c и хербовского осталось липосомальных я его держу дочке и жидкая форма она очень такая вжигающая для желудка из того что есть здесь из того чем я знакома и знаю что они ну как вариант неплохой вообще я его заказывала как перечень этой девушки давно она по мере своих возможностей она покупает и присылает мне это органические амла или амалаки как это называется на индийском органический витамин c природный органический вот я насыпал это как я одной рукой снимаю насыпала в крышечку вот эти вот таблетки небольшие таблетки прессованная вот штучка ну я их пила раньше довольно таки неплохо как профилактика и можно вообще пить в такое осенне-зимний период постоянно есть пьют амла есть в порошке но там очень можно передозировать и там осторожнее она может раздражать тоже кишечника если вы для детей мне больше нравится все-таки таблетированного такая форма ну и так как в российской федерации действительно тяжело с гинкобелоба баночка ничем не уступает фирме солгары и разным другим профессиональным линейкам и вообще я знаю что это турецкий препараты гинкобелоба он продается в российской федерации ну я думаю не только в российской федерации многие из вас то ездил на отдых в турцию кто когда-либо сталкивался вообще с турецкими препаратами тот меня поддержит и поймет что это очень высокого качества вообще лекарства препараты просто высочайшего и я давно говорила что лучшие глутатион в мире это итальянские и турецкие чтобы там что как не говорил лучшие просто вот и гинкобелобу из всего что я видела на просторах интернета в россии я все-таки решила вот это но он дорогой и здесь его хватит на месяц и потом уже потом я его еще не пила я вам сейчас покажу вот эти таблетки тоже похожие они чем-то на вот этот вот крышечка золотая посмотрите почему я говорю что очень похоже на солгорода баночка очень тяжелая такое темное стекло и здесь всего-навсего на месяц девочки но здесь дозировка сто двадцать миллиграмм инкобелобы я ее не пробовала но айхербовская сто двадцать мне не заходит потому что мне от нее начинает болеть голова для меня это большая дозировка и там где мы подробно с вами говорили о препаратах с айхерб для кровообращения головы и при разных проблемах я вам подробно рассказывала что я предпочитаю 60 миллиграмм первой половине дня и 60 миллиграмм инкобелобы во второй половине дня принимать я конечно попробую сначала с пол таблетки если она разломается вот ну за неимением чего-то другого заказала тогда вот эти вот но потом я просто вспомнила завитоукты я полезла туда это тоже российский препарат и он гораздо бюджетней и вы знаете ну вообще за это время сколько я смотрела последний раз увеличился там выбор давайте это подвину наверное что-то подвину на передний план вот витоукт взяла себе для глаз потому что со зрением прям совсем плохо не знаю то ли от стрессов все прекрасно понимаете что при стрессах первым делом что происходит сужение спазмирование сосудов если существует сосудистая патология в общем то можно скупиться по всем фронтам где она и находится проблема если во всем организме то во всем организме если у кого-то варикоз то он усугубится если у кого-то проблемы были сосудами головного мозга то конечно будет с глазками и с ушками и со всем что находится в голове и с головой и у кого сердце у кого ну в общем кого где тонко там и рвется вот и витоукт называется для глаз именно препарат офтальмик их 60 штук вот это вот офтальмик где глазик нарисованный это не монопрепараты такая таблетка тоже на похоже чем-то на ведические препараты потому что это прессованное такое лекарство пахнет очень приятно очень приятными такими какими-то всевозможными травками ну и это понятно потому что составе черника таурин цветы бархатцев гинка белоба тоже эстракт виноградных косточек то есть ну состав можно сказать идеальный для глаз таурин сам по себе я никогда не принимаю потому что и не принимала также как и холин я знаю что у меня не хватает этих в организме вещей потому что у меня камень желчном пузыре и камень может сворушиться поэтому это очень опасная вещь и многие кто из медиков из врачей из блогеров которые поют дифирамбы таурину и холину они почему-то никогда нигде не говорят о противопоказаниях но мы с вами всегда знаем да что помогая кому-то главное не навредить все из лекарства и все из яд ведь все это индивидуально и всегда нужно кто бы вам что ни говорил не рекламировал и не исцелялся с помощью каких препаратов либо травок либо еще чего-то примеряйте это к своим хроническим заболеваниям потому что одно можно что-то подтянуть а второе можно покалечить будьте осторожны всегда слушая кого-то и меня в том числе потому что я вам рассказываю о себе о своем опыте и о своих хронических болезнях вы не забывайте еще и о своих вот ну и второй препарат который тоже я купила потому что гинкобелобу я могу пить и по два и по три месяца а в этой турецкой всего на месяц и дело в том что понятно что этого для меня мало и нужно что-то что-то еще это подешевле и раза в два если не больше подешевле вот называется этот препарат гинкотропил почему тропил потому что он является еще и в какой-то степени на атропом потому что состав у него вообще отличный входит помимо гинкобелоба и глицин янтарная кислота мы не с вами расстанавливались еще не помню сколько лет назад потому что я с этой войной потерялась во времени честно говоря это получается два года назад когда у меня ребенок тогда заболел первый раз когда мы столкнулись с вами с этим вирусом на тот момент еще новым когда муж переболел и когда я вам рассказывала как мы лечились как мы выходили я вам говорила янтарки но просто у кого очень чувствительный желудок нужно быть осторожными тем у кого нет проблем желудками это прям действительно хорошая штука у меня подробно об этом есть видео там где я говорила не хочу называть чтоб опять не начали блокировать мои видео вот глицин янтарная кислота и лобазник лобазник именно вязолистный ну все это вот перечисленное что есть составе она способствует конечно же как можно больше чтобы снабжался мозг и кислородом и глюкозой и все эти вышеперечисленные составляющие они способствуют еще развивать умственные способности пью добавляю сейчас одну в обед потому что утром я пью ашваганду условно утром там после завтрака например ашваганду готу колу индийскую и я добавляю сейчас так как я болею опять добавляю таблетку одну дозировки 50 микро миллиграмм пикамелона вот и так как я пью пикамелона пикамелон это b3 и гамма-аминомасляная кислота то сюда я не могу пить инкобилобу мы с вами знаем и я много раз об этом говорю что генкобилоба с габой или гамма-амином ГМК она несовместима их лучше разносить либо в разные протоколы либо в разное время но я бы их разносила в разное время я пью сейчас одно вообще их надо пить несколько раз в день я пью одну добавляю именно по той причине что я сейчас выхожу с вируса и мне нужна хорошая поддержка для кровообращения головного мозга так вообще я планирую потом это прекратить и пропить уже курсом дальше когда закончится ну то что я сейчас пью для головы это просто вот как поддержка вот друзья мои что что еще вам рассказать то что будут еще другие препараты потому что девушка когда это узнала что мы болеем конечно она сказала что уже без моего ведома да вот что будет что-то заказывать мы с ней спорим многие из вас под прошлым видео откликнулись чтобы спрашивали мои карты банковские для того чтобы меня как-то поддержать вы знаете никогда не просила помощи никогда бы не согласилась наверное если бы не настолько была как сейчас мягко говоря критическая ситуация наверное многие из вас понимают что раз вы не слышите взрывы за окном то я не нахожусь своем городе а действительно мы выехали вроде остался отец ребенка и связи с ним не было почти вот больше чем полтора месяца почему потому что моем городе находится линия соприкосновения и там идут жесточайшие бои города практически нет инфраструктуры города нет вообще каждый день кто-то погибает каждый день большая беда и так как мы больше чем шесть месяцев жили и на территории уже была у нас были у нас российские военные и они там сначала ну как бы ничего не делалось потом начали как-то пытаться поддерживать людей и пошли какие-то выплаты там пенсионные так далее потому что шесть месяцев люди прожили без копейки денег и была голодовка об этом никто не скажет вам никогда многие уехали за границу среднего возраста молодого оставив стариков разных возрастов дома некоторых не было сил уже даже спускаться так как лифты были отключены во время войны с верхних этажей и охляли многие старики связи не было интернета не было я честно говоря не знаю как можно бросать беде своих родных извините не могу поэтому делились друг с другом спасали кого можно было спасти многие люди гормонозависимые остались без лекарства шизофреники раковые больные отступая свои взрывали все мосты мы остались в блокаде вот ну и только через пять месяцев начало что-то там возобновляется какая-то жизнь и поэтому открылись банки ну один банк всяком случае открылся у нас на территории нашего города российский пенсионерам выплатили по 10 тысяч рублей а планки готовили чтобы дальше были выплаты такие ну и здесь пошел обратный процесс наступление и наших войск возвращения на их территории российские войска вышли те наверно не знали что они вышли в общем закидали хаймерсами всю инфраструктуру ну и в общем то этот пинг-понг он продолжается по сегодняшний день не знаю чем это все закончится но это страшные истории которые не хочу даже вам подробно ничего рассказывать многие не поверят многие не поймут понять это можно только когда ты находишься там когда видишь и слышишь все своими глазами вот под видео я оставлю две свои карты одна приватбанка одна карта мир сбербанка по моему не знаю вот поэтому если у кого-то будет желание поддержать меня мою семью я буду вам бесконечно благодарна друзья мои я желаю вам всем крепкого здоровья хоть мир хоть война это то что будет помогать вам выживать я желаю вам всем мирного неба всего вам самого хорошего до встречи на моем канале